Спасибо за аплодисменты Программа подробностей представляет очередной выпуск нашего еженедельного политического ток-шоу «Черное зеркало». К сожалению, мы опять сегодня выходим в эфир в неурочное время, позже обычного, по независимым от нас обстоятельствам. Ну что ж, это старое выражение. Нас гнут, а мы крепнем. Как всегда у нас много гостей. Политики, чиновники, эксперты, журналисты, иностранные гости. Я буду всех представлять по мере того, как они будут включаться в разговор. Но отдельно хочу поприветствовать, все-таки, человека, который к нам приехал из Грузии, Георгий Борамидзе. Миние вице-спикер парламента от оппозиции, в прошлом экс-министр внутренних дел и вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции. Как раз, как говорится, ваше присутствие очень в тему, потому что мы сегодня будем много говорить о вещах, произошедших и продолжающих происходить, скажем так, на внешнем контуре. Ну, одно перечисление событий, которые имеют отношение к не только внутренней, но и международной политике, на этой неделе занимает длинный-длинный лист. Начать с того, что президент США на этой неделе подписал закон о поддержке, или его называют еще акт о поддержке свободы Украины, который дает возможность американской администрации вводить новые санкции против России, которые объявляют Украину союзникам в Соединенных Штатах за пределами НАТО, и который, опять-таки, развязывает руки американской администрации оказывать военную помощь Киеву. Вопрос в том, воспользуется ли американская администрация этими новыми законодательными возможностями, но ситуация качественно изменилась, и об этом мы еще сегодня, я надеюсь, поговорим. Важное событие президент Порошенко внес в парламент законопроект об отказе от внеблокового статуса. Важное событие – это пресс-конференция Владимира Путина в России, где он, как говорится, про Украину наговорил 10 бочек арестантов, и не только про Украину. И вам досталось, господа грузины. Ждем Назарбаева и Лукашенко. Воскресенье Лукашенко в понедельник Назарбаева. Судя по всему, активизируется и в этом направлении украинская дипломатия. И даже, в общем, к Украине, на мой взгляд, имеет определенное отношение историческое событие, которое на этой неделе произошло. Я имею в виду, с 61-го года не было отношений дипломатических между Соединенными Штатами и Кубой. И вот теперь Обама и Кастро, Рауль Кастро, объявили о том, что эти отношения восстанавливаются. Это существенный, на мой взгляд, сдвиг в балансе сил на мировой арене. Ну, давайте все-таки по порядку. Минск. Вопрос ко всем. Чего мы ждем от возможных переговоров? И вообще, будут ли переговоры в воскресенье? Григорий Михайлович, как Вы думаете? Ну, так и хочется сказать, Минск, как много в этом слове, для разных ушей слилось. Но в данном случае не важно, состоятся именно в воскресенье эти переговоры или нет. Важно чувство, куда, в каком направлении будут развиваться события. Есть две позиции, которые очень сложно и до сих пор не удалось примирить. Это разное видение и оценка ситуации. Россия по-прежнему считает, что то, что происходит на Донбассе, это внутренний конфликт, в котором она не принимает участие. Это вчера еще раз в своеобразной манере подведил Владимир Путин. Украина, не называя и не давая юридического оценка тому, что происходит на Донбассе, как агрессия, и не называя, и не обращаясь в этом смысле к соответствующим документам ООН, имеет большую проблему мы все с Вами, потому что на Донбассе остаются 4 миллиона граждан Украины. И сейчас, во время зимы, то, что происходит на Донбассе, это не только война, это все больше и больше приобретает очертания гуманитарной трагедии. Поэтому от Минска, от Минской рамки, можно ожидать разных решений. Моя оценка Минского формата, она не изменилась, и Батьковщина придерживалась партии, которую я представляю, с самого начала. Мы считаем, что Минский формат, это попытка заморозить конфликт, придав ему состояние постоянной нестабильности. И таким образом превратив Донбасс в точку, которой можно влиять и на развитие ситуации в целом, не только на Украине, но и в регионе, включая и Грузию, включая и Молдову. Нам представляется, что из 12 пунктов Минского протокола от 5 сентября, главный пункт пока, к сожалению, не стал центром внимания. Какой главный пункт? Главный пункт касается внешних границ, надежного закрытия внешних границ при надежном мониторинге и верификации. По моему мнению, пока этот пункт не будет центром внимания от приговорчиков... Извините, важно уточнить, а каких конкретно границах вы говорите? Границ между Украиной и Российской Федерацией. Исторически сложившихся? Государственная граница Украины, та граница, которая разделяет государство Украины от государства Российской Федерации. Ну а как же с очагами конфликта сейчас сможем ли мы это сделать? Времен всех заложников на всех. Это три пункта из 12 пунктов. Ну, вы знаете, я вас перебью, просто упомянули мы уже пресс-конференцию Путина, у меня сразу, вот по поводу того, что вы, Григорий Михайлович, говорите, просто две ремарки, да? Путин уже говорит, что вот военнопленные, о которых вы говорите, да? Вот мы не ко всем к ним относимся, как к военнопленным. Вот некоторых мы считаем причастным к террористической деятельности и с ними будем разбираться особо. И очень существенную вещь он сказал, помните, да, когда он говорил про минские договоренности, вот мы минские договоренности подписали, а к ним был протокол. А ЛНР и ДНР сразу сказали, что мы этот протокол выполнять не будем. То есть вот, по сути дела, из этого, как мне кажется, вытекает... Знаете, в этом ключевая проблема. Он как бы, в некотором смысле, выдает возможную свою дальнейшую линию поведения. В этом ключевая проблема. Он что-нибудь там подпишет, а потом скажет, ну, а ЛНР, ДНР, они не хотят ничего делать. Совершенно верно. Это не к ним. Потому что даже название трехсторонняя группа, что значит трехсторонняя? Какие три стороны? Это представитель Российской Федерации, посол Зурабов. Это представитель Украины, бывший президент Кучма. И это посол по линии ОБСЕ Хадид Альвини. Вот это трехсторонняя группа. В этом имеется в виду. Но когда Владимир Путин вчера говорил о том, что мы не имеем отношения, мы не рассматриваем тех, которые вы называете военнопленным, таковыми, он еще раз подтвердил, что в данном случае, когда речь идет об обмене всех на всех, он имеется в виду так называемые власти Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и Киев. Все, что за границей находится на территории Российской Федерации, для него не подпадают под эту категорию. Георгий, извините, небольшая пауза, давайте спросим у нашего гостя сразу, у Георгия Барамидзе, как вы поступали во время российско-грузинского конфликта, подобных ситуаций, как освобождали своих пленных? В первую очередь, разрешите мне поблагодарить за возможность выступить перед Украинской републикой и, в первую очередь, принести свои соболезнования двум погибшим офицерам, которых я видел позавчера в Луганске. Это Александр Криголашвили и Урашко Сергей. И эти офицеры, патриоты Украины, патриоты Грузии, которые знали, что защищая Украину, они защищают не только Украину, но, как здесь было уже сказано, они защищают и Грузию, и Молдову, и реально всю Восточную Европу, если смотреть шире, и весь европейский континент от этой чумы под названием путиновский террористический режим. Поэтому, как называть вещи, естественно, верховному главнокомандующему, то есть президенту Украины с премьер-министром, а также с парламентом решать. Но мы долго шли к тому, чтобы называть вещи своими именами. С 90-х год, когда в Грузии шла война, агрессия со стороны России, до 2008 года практически Грузия не могла открыто сметь и сказать, что Россия является, ну официально, Россия является проблемой и агрессором. Все мы шли, так сказать, по окольным путям, вдоль до около. Ну, в 2008 году все стало яло всем. Уже стало все предельно четко яло. И все же, к сожалению, не всем. Но хотя мы назвали все своими именами. Россия это агрессор, Россия напала на Грузию, Россия оккупировала грузинские территории и провела этническую чистку и в Абхазии, и в Южной Осетии, что было подтверждено и ОБСЕ, а потом и Евросоюзом по отношению к Южной Осетии. Так что и Грузия порвала дипломатические отношения с Россией. У нас есть конфликт с Россией, который мы, естественно, пытаемся урегулировать дипломатическим мирным путем. Но это конфликт между Грузией и Россией. Так же, как сегодня ведется, на мой взгляд, это отечественная война для Украины. Это война, которая инициирована Российской Федерацией. Георгий, я напомню, все-таки, извините, я у вас спрашивал вашего совета, ваш опыт. Как вы обменивались с пленными? Насчет пленных, это очень трудный вопрос. Я в свое время в Абхазии занимался этим. Мы старались обмениваться все на все. А потом, в 2008 году, также, к сожалению, отношение к пленным было очень плохое. Многих просто расстреляли. Тех, которые были запечатлены на кадрах журналистов, их потом не стало. Но мы постарались обвинять всех на всех. Георгий, извините, а были ли случаи выкупа пленных Грузии своих? И стоит ли прибегать к такой практике? Спасать своих нужно любым путем. Но такой практики у нас не было. Я хотел бы в данном случае разделить две вещи. Есть международное гуманитарное право. Есть Женевские конвенции, их четыре. Есть статья третья всех Женевских конвенций, которая регулирует отношения и накладывает обязательства на стороны вооруженных конфликтов. А Международный комитет Красного Креста имеет такой мандат. И Украина, и Россия, в свое время еще Советский Союз присоединились к этим Женевским конвенциям. Это 49-й год. И в данном случае одна из линий, которая, я думаю, имеет серьезную перспективу. И с точки зрения уточнения, сколько людей, кто находится в статусе военнопленного, заложника. И существует представительство Международного Красного Креста как в Киеве, так и в Москве. Более того, существует и открыто представительство Красного Креста и в Донецке, и в некоторых других городах, в частности, в Мариуполе. Я думаю, по линии Международного Красного Креста способ их деятельности, он конфиденциальный, он не публичный. Но в данном случае это очень важное направление. Второе направление это то, что должна делать украинская власть, независимо от того, к каким категориям эти люди относятся. И третья категория, которую вы упомянули, это по линии волонтеров, это по линии людей, которые своим на свой страх и риск помогают обмениваться. Иногда это через выкуп, иногда это другие способы, потому что это в кричащих ситуациях, в крайних ситуациях, возможно, единственный способ. Поэтому все способы должны применяться, но главное, и тут обязательства и России очень сильны, это международное гуманитарное право. Спасибо. Еще одно событие, которое произошло за пределами границ Украины, но безусловно к Украине имеет отношение и влияет на все, что происходит вокруг нее, а может быть и внутри нее, это беспрецедентное падение рубля, черный вторник на минувшей неделе, когда в России обвалился курс национальной валюты. Вот обо всем этом я хотел бы сейчас поговорить с нашим гостем, с которым мы связываемся с помощью телемоста в телевизионной студии в Москве, Владимир Милов, один из лидеров российской оппозиции. Одновременно Владимир является еще и весьма авторитетным в мире экспертом по экономическим, прежде всего по энергетическим вопросам. Он был заместителем министра топлива и энергетики в свое время в правительстве Михаила Касьянова, кстати, тоже одного из оппозиционных деятелей сейчас в России. И, кстати, при нем российская экономика росла, когда нефть стоила чуть больше 20 долларов за баррель. Владимир, добрый вечер. Слышите нас? Добрый вечер. Владимир, скажите, пожалуйста, все-таки вот что сейчас в России происходит? Режим падает, Владимир? Или еще рано об этом говорить? Вообще, смотрите, не надо таких завышенных ожиданий. Раньше времени в российской политике, в российском обществе все-таки ключевое слово – это инерция, и русские долго запрягают. Поэтому на фоне вот этих бурных экономических событий я там много слышу таких прогнозов, что сейчас случится коллапс, там режим рухнет и так далее. Подождите, не спешите. С этим, безусловно, будут очень серьезные политические последствия изменения у этого кризиса, но не стоит ждать, что вот прям завтра, там, овернайт, там, через месяц-другой все это кардинально изменится. Запас прочности у действующего режима достаточно большой, Евгений. Ну, а все-таки, как вы измеряете этот запас? Вот британские букмекерские конторы уже принимают ставки, падет ли режим Путина до конца 2015 года. И ставки принимаются с большей долей вероятности, чем, скажем, ставки на то, что Россия лишится чемпионата мира по футболу в 2018 году. Это считается менее вероятным событием. Владимир? Смотрите, если серьезно это анализировать, я бы очень советовал смотреть на опыт предыдущего федерального выборного цикла. У нас же в 2008 разразился невиданный вообще для путинского правления кризис, когда вдруг прекратилась вот эта длительная эпоха постоянного роста, экономика начала падать, доходы перестали расти. Но потребовалось три года, прежде чем все это вылилось в очень серьезное протестное голосование на федеральных выборах. И вот те знаменитые уличные протесты, о которых все знают. Хотя, те, кто наблюдал, ну было видно. То есть, вот три года копилось напряжение, шли митинги от Калининграда до Владивостока, сильно падали результаты правящей партии на выборах. Но это все было очень постепенно, не сразу. И, ну у нас общество так устроено, что люди вот просыпаются реально ближе к каким-то большим федеральным событиям. Скорее всего, сейчас очень многие смотрят на думские выборы 2016 года, вряд ли они пройдут досрочно. То есть, нужны какие-то экстраординарные события для этого. Поэтому, что-то может быть, будет какой-то шум, будут какие-то протесты. Но вот кульминация, скорее всего, она будет не быстро и, скорее всего, будет связана с событием федеральных выборов. Ну скажите, Владимир, вы наверняка смотрели или читали расшифровку пресс-конференции Владимира Путина, которая три с лишним часа продолжалась в четверг. Вот вы поняли, у него есть какая-то стратегия, в том числе в отношении Украины? Или он работает в режиме там оперативного реагирования тактического на изменение ситуации каждый день? Владимир. Ну, в отношении Украины он вам свою стратегию настоящую не расскажет и не надейтесь. Мы можем отдельно это обсудить, но, конечно же, он не будет публично раскрывать свои карты. В отношении экономики здесь вот я хочу сказать, что очень много людей в эстеблишменте, в бизнесе, причем, которые были раньше пропутински настроены, там, Крым наш и все такое, они разочарованы его двумя вот этими большими выступлениями. Две недели назад послание парламенту и вот сейчас большая пресс-конференция. Все ждали от него, то есть мы находимся в самом серьезном кризисе с момента распада Советского Союза. Такого кризиса еще не было. И, естественно, все ждут, что будет какой-то адекватный ответ, план действий, который может предложить только один человек. Он настолько замкнул на себя все руководство страной, в том числе экономическими вопросами, что все остальные это просто статисты. И вот этого плана он не предложил. В основном он хвастался тем, что у нас по-прежнему там 400 миллиардов резервов Центробанка. Но все понимают, что ситуация настолько серьезная, что этого не хватит. Да и на самом деле там намного меньше реальных денег в этих резервах, которые можно действительно использовать. То есть вот я вижу, что разочарование внутри эстеблишмента растет. Но он настолько вот сильно вытравливал все эти годы вот всех людей оттуда, которые серьезно могут что-то взбрыкнуть, что это еще долгий путь до того, пока это вылится в какие-то серьезные внутренние политические противоречия, Евгений. Ну хорошо, Владимир, а все-таки насчет Украины. Как вы думаете, как он будет действовать в вопросе украинского кризиса? Он обжегся в этом году очень сильно. Но прежде всего у него полностью провалился проект. Он ожидал, что... Вот он серьезно рассчитывал и слушал тех людей, что весь юг и восток Украины, который говорит в основном по-русски, он весь захочет отсоединиться от Украины и вступить в Россию. То есть вот там были люди, которые серьезно ему это впаривали в мозг. Вот. Это все абсолютно провалилось. Для него была масса других неприятных открытий. Он не ждал, что Запад так поведет себя серьезно по санкциям. Он не ждал, что это будет иметь такой эффект на экономику. Он недооценил украинскую армию, переоценил российскую, судя по некоторым признакам. Мы не очень далеко ушли от ситуации 2008 года. Я думаю, сейчас он будет больше сосредотачиваться не на каких-то открытых боевых действиях и так далее, скорее всего стоит ждать нового раунда попыток вмешательства в украинскую политику, как на общегосударственном уровне, через вот примерно то, что было в Грузии с коалицией Ванишвили, когда под разным соусом, даже не обязательно пророссийским, но в общем задача была власть Саакашвили отодвинуть. И безусловно, через в том числе активное внедрение спецслужб и так далее, он будет пытаться привести к местной власти вот в южных, восточных областях каких-то своих людей, дестабилизировать ситуацию таким образом. Я думаю, он переходит больше из стадии какой-то открытой горячей войны и конфликта в стадию вот более понятного ему такого расшатывания ситуации с помощью спецслужб и закупленных им политиков. Владимир, если у вас есть вопросы, я бы хотел бы... Пожалуйста, Григорий Немыря, Григорий Немыря, депутат Верховной Рады, хочет задать вам вопрос. Я согласен с вами в оценке того, что по Украине вряд ли вчерашняя пресс-конференция Владимира Путина дает основания делать оптимистический прогноз. Если новый термин, который прозвучал у него, а ранее у Лаврова, это намеки о намерении все-таки, чтобы Донбасс был частью общего политического пространства с Украиной. И это только подтверждает гипотезу того, что идея минского формата, а именно ни мира, ни войны, имеет свою целью создать зону постоянной нестабильности. В отношении экономики, по-видимому, также нужно руководствоваться правилом номер один кризисного управления, ожидай наихудшего и готовься к этому. Запас прочности есть. Основная проблема Путина в среднесрочной перспективе и России, это не диверсифицированная экономика, поскольку, если останется так, как есть, это газ, нефть и военно-промышленный комплекс, то с учетом... Григорий, перейдите, пожалуйста, к вопросу, у нас скоро прервется связь. В данном случае это основной вызов для Путина в среднесрочной перспективе. В ближнесрочной перспективе вызов того, что в этом году, в 15-м году, уток капитала или побег капитала, отток капитала за границу в России, по разным оценкам, может составить до 130 миллиардов долларов, а это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В этом случае возникнет проблема социального характера. Я согласен с вами, что первая оценка того, насколько популярность правящей партии сохранится... Григорий Михайлович, а вопрос... Какой вопрос? Вопрос мой состоит в том, насколько, чтобы выборы что-то изменили, должны быть внутренние факторы, а именно оппозиция. Насколько на местном, региональном и на национальном уровне в России имеет шанс возникнуть достаточно убедительно конкурентоспособная оппозиция? Владимир. Ну, да, я кратко отвечу. Это самый тяжелый вопрос. То есть вот наши протесты 2011-2012 годов показали, что у нас даже население готово выходить. Ему, в общем, надоела эта система, несмотря на то, что впрыснули допинг в виде Крыма в этом году. Но людям не нравится эта система, они очень устали. Они готовы выходить, протестовать, голосовать за оппозицию. Но вот этой политической инфраструктуры, в общем, нет. Путин ее за 15 лет довольно эффективно разгромил. Мы, конечно же, сейчас пытаемся вести переговоры, договариваться о какой-то широкой антипутинской коалиции на будущие выборы. Но, честно говоря, я вас не буду обнадеживать, потому что процесс это крайне тяжелый. И вот эта инфраструктура политическая, она очень сильно отстает от возможного социального возмущения, которое, я уверен, действительно будет прорываться. Последний вопрос, Владимир. Давайте еще... Еще вопрос от молодого политика мэра города Ирпеня. Владимир Карплюх задает вам вопрос. Хотелось бы вернуться в начало темы по поводу возможного конца империи. Понимаете, вы вспоминали кризис 2008 года, проводили сравнения. Но я уверен, что большинство жителей России четко понимает, что тот кризис был связан с экономическими мировыми факторами. Я уверен, что сегодня каждый житель России понимает, что сегодняшний кризис ваш, он четко может быть связан с международной изоляцией. К сожалению, не каждый, Владимир. Там такая пропаганда сейчас, что далеко не каждый. С международной изоляцией из-за событий в Украине, аннексия Крыма и война на Востоке. Каким образом этот фактор влияет сегодня в России на общественное мнение? Если просто ответить, то людям не очень интересно разбираться в глубинных причинах. Они просто видят, что у них раньше росли зарплаты, у них раньше была возможность взять кредиты, купить себе какие-то вещи длительного пользования, машину, бытовую технику, квартиру в ипотеку. То сейчас эти возможности сжимаются прямо на глазах. То есть мы увидим в ближайшие несколько месяцев падение покупательной способности минимум на десятки процентов. Как это объяснить? Честно говоря, это большое поле для соревнований между государственной пропагандой и тем, что сможет предложить оппозиция. И здесь ничего, я бы сказал, что здесь ничего не предопределено. Я лично активно, я участвовал в выборах в этом году. Меня, правда, сняли, как и многих других кандидатов. Но я общался с огромным количеством избирателей лично. Люди готовы слушать правду. В общем, они тоже немножко от пропаганды устали. Вопрос только в том, что пока у них все было довольно благополучно, они не рисковали будить это лихо. Я думаю, как только ситуация сильно ударит по их кошельку. Но мы это видели уже в предыдущем цикле после кризиса восьмого года. Как только становится хуже, то сразу роптать начинают громче. Так что здесь это будет вопрос к нам, насколько мы эффективно сможем это использовать. Ну что ж, Владимир, на самом деле мы это видели не только в девяносто восьмом году, мы это видели еще раньше. Мы это видели в конце восьмидесятых, начале девяностых, когда буквально за несколько лет страна от относительного, кажущегося, по крайней мере, благополучия, перешла к пустым полкам и тоже режим рухнул. Я напомню, на связи с нами был российский оппозиционер и политик Владимир Милов. Мы возвращаем в студию. Владимир, вам спасибо. Вот, кстати, вопрос, который, наверное, многих интересует. Я знаю, что у Алексея Мустафина по этому поводу есть неоднократно сформулированное мнение, которое он бы сказал в социальных сетях. А вот это обвальное падение рубля, оно отражается на украинской экономике, как вы считаете? Потому что, безусловно, мы, если даже просто проанализируем движение курса рубля и движение курса грин, мы увидим синхронное плавание, так сказать. Мне кажется, что это следствие того, что украинская экономика по-прежнему слишком завязана на российскую. И, безусловно, я бы не стал слишком радоваться, как это часто делают в социальных сетях, падению рубля. Если говорить цинично, то, безусловно, нынешняя ситуация Украине более выгодна, когда всеми силами поддерживается курс рубля, на это тратятся запасы, то есть наносятся ущерб российской власти, но при этом курс держат. И в определенной степени это сдерживает падение курса грин. С другой стороны, мне кажется, что в России прозвучал очень такой жесткий тезис, но мне кажется справедливый, что на самом деле курс рубля – это курс доверия или курс отношения к российской власти, Путину, в первую очередь. Но с таким же успехом можно сказать, что курс гривны – это самый четкий индикатор отношения к украинской власти. То есть вы хотите сказать, что падает гривна – это значит, что с доверием украинской власти дела плохи? Плохи. Плохи. Что скажете? Я хотел бы вот такое наблюдение поделиться. Смотрите, вчерашнее, если мы говорим о прямой речи Владимира Путина и его объяснении, он говорил не только об Украине, не только о других, он пытался объяснить гражданам России, почему становится хуже в экономике, почему тощие кошельки и почему высшая инфляция. И 90% из того, что он говорил, касалось внешнего фактора. Это падение цены на нефть, это санкции, и в этом виноваты Соединенные Штаты и другие западные партнеры, которые ведут себя не по партнерски. 30 на 40 – это результат действия санкций. Да, 35-40 он сказал. В данном случае, что очень важно, это плохой индикатор. И в данном случае то же самое, и я не хочу проводить прямых параллелей, но когда в Украине многие говорят, что у нас плохо, потому что война, то это тоже попытка объяснить или некомпетентность, или коррупцию, которая существенная, и Украина самая, к сожалению, коррумпированная страна в Европе, списать это на внешний фактор. Другой, конструктивный бы подход был, в данном случае, переоценка того, насколько этот запас прочности позволит Путину использовать его преимущество. Его преимущество в том, что он имеет более долгий политический цикл, чем любой лидер в Европе, чем тот же президент Обама, который уже фактически является хромой путкой, и которого уже не будет. Григорий, но все равно вопрос доверия власти и курса гривны. Вопрос доверия власти. Давайте еще одному представителю коалиции дадим слово. Это Ивана Климпуш-Сенцация, блок Петра Порошенко. Дякую. Вы согласны с тем, что низкий курс – это недоверие к власти и правящей коалиции? Я бы не стала это безусловно увязывать в прямую пропорційную залежность. Безумовно, возможно, есть компонент недоверия граждан до банковской системы в Украине. И, наверное, этот компонент коррупционности, коррупционности складовой, которую мы понимаем, что без ее выкорянения мы никаким образом не можем взрываться в залезместя. Она, безусловно, имеет всю свою часть. Но вместе с тем я бы не делала прямую пропорционную залезность между курсом гривны и доверой граждан к власти. Через то, что эта доверия складается и курс гривны, как складается из какой-то количества компонентов, потому что так же и доверия, она так же есть до разных гилок власти, и до разных, возможно, даже частей в окремых гилках власти и так далее. Поэтому такой прямой пропорционной залезности я бы не видела. Простите, я вас представлю, у нас Иванка впервые, я очень рад видеть нового депутата. В прошлом, кстати, человек, который был главным организатором Ялтинской экономической стратегии. Европейской стратегии. Она действительно раньше была Ялтинская, теперь она Киевская, да? И вот шеф-редактор обозревателя, сайта обозреватель Орес Сахар тоже у нас впервые. Дякую. Вы знаете, мабуть, вы должны так говорить, но на самом деле это выглядит очень деликатной попыткой поговорить о проблеме. А перевантажение влади повернулося с первых дней великими коррупционными скандалами. Начала их, на жаль, свобода. Свобода, яка, навіть не поменявши схемы техники, которые работали за часы семьи, начали с ними работать при новой владе. Ну, там, в Минцелігоспе у вас работал коммунист-заступник, который работал на семью. Таких прикладов много. Мы знаем историю, которые были на Украинской залезнице. А там, в результате, СБУ порушило криминальную справу. Під час одного обшуку знайшли 7 миллионов гривен, миллион долларов. Таких прикладов много. Багато криминальных справ, которые, на жаль, ничем не закончатся. Багато обшуків. Но висновок один. Миллиарды гривен виводятся из государственного бюджета. Виводятся там, мабуть, разбереться, куда. Вот ключевая проблема, почему есть недоверие к владе. Я не совсем согласен с Алексеем, что есть корреляция между падением гривен и падением рубля. Если, Алексей, ты объяснишь, какая-то корреляция, настолько она глубокая, я буду вдячный. Но, на самом деле, есть два процесса. Есть невпевненность, есть нестабильность. И ваша полиция ее продолжила. Как, на жаль. Я просто так понимаю, что вы пришли вот именно для того, чтобы кинути камень в бік свободы. Бо я не знаю, до чего вы это вообще говорите. Найголовнейшее полягает в том, что вы говорите как абсолютно маячню. Я могу подивиться. Если вы были министры свободы, то там реально обмакшивали на кольцо. Вы можете дать мне ответственность. Если вы просто пришли заниматься политическим киллером, спокойно, свободы сегодня не в коалиции, свободы нет фракции. Что вы, все проблемы в Украине через свободу, или что? То есть, послушайте, послушайте. Ну, дайте мне ответственность. Если вы просто политический киллер, который пришел с заболением отработать. Я так понимаю, что просто на этих бритвах пора уже покласти край. Если вы говорите про министерство, где были свободы, так вот знайте, что там было наиболее кадровых изменений, и там было наиболее очищение, а именно в тех министерствах. И те коррупционеры, которых мы выгнали, они потом платят гроши різным политическим киллерам, для того, чтобы рассказать эти трех порожневых. Если вы имеете факты, скажите факты. А когда вы скажете, что сферу, то это было все. А что не бывает? А что не бывает? Это через то, что свободы стоит, как кистка воды, таким, как вот... Пане, подождите, а вам это не есть? Экономическое питание, с которого мы начали, про співвідношение курса рубля до экономики нашей страны и до ситуации в стране, переросло в политические разборки, ни больше, ни меньше. Адже, это было совсем иначе. И мне бы хотелось разделить на две складовых. Первое, отвечая, если позволите, на питание с приводом того, что происходит в России, как это влияет на крючок, конечно, влияет. Это чисто математичные факторы. Впливают в рамках нашего экономического співробительства, зависимости, в данном случае, экономических факторов, співпрации наших предприятий с предприятиями России. И именно на эту математичную цифру мы имеем в зависимости от их, на сегодняшний день, нестабильности. И второе, погоджаясь с фактором, ни одна страна света не начнет реформ. Это нема чему реформировать, пока не будет прекратить вопрос о разкрадении бюджета. И это вопрос не только до действующей влады. Это вопрос не до действующей влады. То есть, в том числе до действующей влады. Это вопрос системы, 24 лет створенной. Понимаете? Поэтому нужно дать, я полтора месяца на сегодняшний день, міський голова Ерпеня. За полтора месяца, я уверен, мы единство в Украине, которое побудовало парк, побудовало два сквери, строит три садочки. И питание нам все удалось только потому, что мы не крадемо. Все. Простите, пожалуйста, один вопрос. В продолжение того, что... Вот вы, как человек, который находится ближе к народу, чем многие здесь присутствующие, и в том числе мы, господа, журналисты, в том числе. А вот прозвучал тезис, что падение курса национальной валюты, это в том числе индикатор низкого доверия к власти. Вот как у вас? Вы чувствуете то, что вот в народе недостаточно доверия к власти? Это может быть фактором, но давайте говорить одверто. Это не на сегодняшнем этапе может быть фактором, когда влада, действующая, дает полтора или больше. Не на этом этапе. Это может быть фактором позже. Но сейчас нужно объединяться, и в том числе и в студиях, и в парламенте, и створить, и предложить, а не критиковать и закритиковать. Спасибо. Спасибо. Поехали. А в наш балл... Это Алексей Рябченко в блоге Юлии Тимошенко. В отечестве. В отечестве. Безгонии. Тут, естественно, есть фактор недоверия не к, наверное, не к политической системе, а к банковской системе, потому что люди забирают средства своих депозитов, они не понимают, как будут дальше какие-то налоги на депозиты, налоги на дивизионы. То есть нет доверия к банковской системе, нет прогнозированной политики, которую делать. Мы видим, что глава Национального банка даже не приходит на заседание... Ну вот я только хотел сказать, а как людям доверять банкам, когда глава Национального банка идет торжественно перед камерами менять 200 долларов, и я отказываю? А когда мы не можем даже понять, какой курс будет заложен в бюджет, а Национальный банк говорит... Извините, пожалуйста, Национальный банк говорит, что мы не будем говорить на вот этого курса. Президент. Президент. Президент, да. Оксана Проданков. Оксана, давайте. Я хочу сказать о чем. То есть на самом деле я абсолютно согласна с мэром Ирпеня. Мы сейчас экономику смешиваем с политикой. На самом деле это абсолютно разные параллельные процессы. И то, что сегодня пытаются рассказать о том, о чем не говорил замглавы Национального банка, потому что на самом деле там некоторые СМИ подают информацию, абсолютно ее перекручивая, речь совсем не шла о том, что Национальный банк не дает курс. Речь шла о том, что Национальный банк дает те данные, которые выходят по ихним расчетам и по ихним прогнозам. Но кому-то эти данные не нравятся? Нет. Кому-то не нравится, когда в стране шаг за шагом нарабатываются те решения, которые стране реально нужны и которые в стране будут проходить. Я хочу опять же вернуться к курсу. Конечно, курс рубля влияет на курс гримля. Какой механизм действует? Вот тут уже прозвучал вопрос. Можете объяснить, какой механизм? До сих пор, несмотря на отношения, которые возникли на Востоке, у нас до сих пор происходит торговля. Мы продаем и покупаем. И то, как мы отправляем туда свою продукцию, насколько можем мы продать свою продукцию там, когда там падает их валюта, то есть от этого зависит и наша валюта, наша экспортная возможность. И это взаимосвязанные вещи. Плюс история с нефтегазом, который должен рассчитывать. И нефтегаз в том числе, опять же, нефтегаз это один из тех факторов, которые Нацбанк смог вывести сейчас с Украины, с Украины как фактор стабилизации именно нашей гривны, потому что вы привели торговли на межбанке. Все равно идет витрата запасов не через биржу, но все равно идет. И это тоже влияет на... Правильно, это идет. Но, опять же, Нацбанк принял решение, которое дает возможность не использовать деньги нафтогаза на загальном рынке и, опять же, таким образом не понижировать гривню. Питание в другом. Питание в том, что мы дальше делаем. Потому что, да, люди ждут от влади, которая щойно сформировала коалицию, сформировала уряд. И сейчас мы будем формировать бюджет, люди ждут конкретных действий и конкретных решений. И я бы очень хотелелю, чтобы тут в студии мы сейчас говорили про то, что мы делаем дальше. Потому что сейчас для людей сам это важно. Не важно сейчас для людей, как думает один или нет полит temporal, а как думает один или нет журналист. Важливо, что сейчас будет делать влада. И очень хорошо, чтобы мы сейчас обговорили эти вопросы, каким должен быть бюджет, какие должны быть законы под этот бюджет, и что мы далее делаем. Мы готовы говорить о том, и я абсолютно уверена, что мы с Иванкой пришли именно для этого сюда. Чтобы сказать и пояснивать людям, это то, что сейчас нужно, для того, чтобы восстановиться. Оксана, его нужно обговаривать. У меня сразу вопрос. Так же, как голосовать предлагали? В пакете? Или все-таки, как требуют журналисты и депутаты, голосовать все-таки по пункту? По статейно? Можно уточняющий вопрос? Вот смотрите, это не только к вам, Оксана, это ко всем. Ну вот, если действительно существует связь между падением курса рубля и падением курса гривны, вследствие того, что не разорваны очень многие экономические связи, сохраняются эти связи между Россией и Украиной, несмотря на де-факто состояние войны, не объявлены, гибридны, как угодно, но тем не менее. Следующий вопрос, наверное, возникнет у многих. А не окажется ли так, что в России, благодаря вот этим экономическим связям, существуют очень сильные рычаги, которыми она может начать экономически душить Украину? Но она этим уже занимается, собственно говоря, с июня месяца. Да, если бы с июня. Это понятно. Новые. То есть, во-первых, Россия сделала уже все возможное и невозможное со своей стороны для того, чтобы эти свои рычаги, которые у нее есть, максимально задействовать для того, чтобы максимально обвалить украинскую экономику. Это одна часть. Конечно, мы сегодня в Украине имеем и банки с российским капиталом, и предприятия большие в некоторых ситуациях. Это природные монополисты, которые имеют российский капитал. Да, этот риск есть. Но, опять же, это взаимосвязь и собственность российского капитала, который тоже всегда любит считать свои деньги. Поэтому задача сегодня украинской власти, которая тоже понимает все риски, которые существуют, и, опять же, это не та власть, которая была до февраля 2014 года, которая подыгрывала России. Это та власть сегодня, которая делает все, чтобы сделать Украину реально независимой страной. И задача сегодня и при формировании бюджета, и при формировании изменения, реформирования экономики, сделать все для того, чтобы максимально сделать Украину независимой. И от российского рынка, и на самом деле Украина должна быть самодостаточной экономической, для того, чтобы мы не зависли ни от тех, кто на востоке, ни от тех, кто на западе. Спасибо. Андрей, Андрей, вы первые, потом Валерий Кашко, а потом уже выезжают. Я просто хотел бы сказать, что на самом деле это элемент политической шизофрении. Если у нас есть Россия, которая агрессора, которая ведет против Украины войну, российские войска в Украине, аннексованный Крим, война на Донбассе, и при этом у нас работает в Украине российский бизнес. Он давно мог быть национализован. И давно могло быть это вопросом снято, потому что иначе это выглядит просто абсурдно. И исторические приклады даже тут важко навести, когда Украина фактически находится между собой в войне. Андрей, подождите, у нас исторический пример. Человек сидит рядом. Георгий, во время российско-грузинского конфликта уходили российские компании из Грузии или нет? Мы считаем, что то, что хорошо для грузинской экономики, хорошо для страны, в том числе и для обороноспособности страны, если компании работают, не нарушают законодательство, то есть дают людям рабочие места и платят налоги как следует, то это хорошо. А были случаи, когда во время этого конфликта российские компании пытались давить на Грузию? Не было, потому что они знали, что грузинское правительство и структуры очень эффективны, и они очень сильно пожалеют об этом. Поэтому нам не пришлось применять все те механизмы, которые у нас были, и поэтому практически ни одного российского предприятия не имеют. Я хотел бы... Я просто хотел бы... Вот смотрите, на... Вот как вы среагируете на вот это, на грузинский опыт? Смотрите, Георгий Барамидзе говорит, что если компании, даже российские, работали на территории Грузии, были законопослушные, налоги платили, рабочие места создавали, то... Дмитрий Барамидзе, а вы в работе... Ничего не делали. Сьогодні мы, государство Украина, я так понимаю, это вопрос всех объединяет, мы требуем, чтобы западные страны вводили жесткие, и еще постоянно жесткие санкции против России. И очевидно, что те сегменты бизнеса в этих странах, и те граждане, которые задействованы в этих сегментах, они от этого постраждают. То есть мы требуем от других стран, которые сейчас не есть в состоянии войны фактически с Россией, жертвовать, в том числе, своими грошами, для того, чтобы заставить Россию прекратить агрессию. А сами мы этого не делаем. И фактически, это есть азовный момент. Не другий момент. Не интересная ситуация. Евросоюз сейчас вводит дополнительные санкции в Крыму и накладает санкции на те компании, которые сповпрацуют с Крымом. Питание в том, а украинские компании, которые сповпрацуют с Крымом, подпадают эти санкции, или нет? Еще один момент. Если мы говорим про Россию, если мы говорим про ту ситуацию, которая сейчас возникает с рублем, это хорошо. Но мы должны понимать, что здесь есть четкое понимание. Россия в нынешнем своем взгляде с нынешним политическим режимом не сменит свою политику к Украине. И только сильная Украина может остановить Россию. Потому что если бы не наша армия, то сейчас мы бы запрещали Немецкий аэропорт. А где же большая ремарка у Оксани попасть? Я хочу запитать, Андрей. Я абсолютно согласна с тем, что вы говорите, что только сильная Украина может взагалі вистояти в будь-яких отношениях с своими сусидами. Но, сгідно с вами и в том, что, насправді, мы должны были бы тоже запровадживать первые санкции стосовно агрессора. В прошлом скликанье мы проголосовали, парламент проголосовал закон про вільную экономичную зону Крима. Фракция Удар была единою фракцией в этом голосовании, которая не поддержала цие номеры. Мы говорили, что не можно торговать с той Украиной, с которой мы воюем. Фракция Свободы тогда в полном складе проголосовала за этот закон. Скажите, пожалуйста, где тогда была эта аргумента Я честно вам скажу, я думаю, мы сейчас можем вернуться в эту ситуацию и вспомнить все аргументы. Я не думаю, что вы на 100% правы в своих словах, потому что, очевидно, ни одного голосования не было, на отличие от всех фракций парламента тодешнего, где бы Свобода голосовала против того, что она декларировала на выборах и против своей программы. И ни одного тушки у нас не было, и в этом плане претензий до нас ни одного не может. А что стосовно этой ситуации, то, извините, давайте, если вы сейчас ставите нам такие вопросы, то давайте мы поставим вопросы по-другому. Я просто хочу зрозуміти, если мы говорим про российский бизнес, то, возможно, тут нужно ставить вопрос, что часть украинских бизнесменов имеет бизнес в России, и это причина, почему по отношению к российскому бизнесу в Украине нет санкций. И последнее, что я хотел сказать, не имеет значения, какая будет ситуация экономичная в России. Пока там есть этот режим, пока там есть Путин, это не изменится по отношению к Украине. Их задача знищить Украину как государство. И, соответственно, если у них будет плохая экономическая ситуация, то Путин будет сказать, что у нас все плохое, потому что есть враги, нужно врагов знищить, тогда все будет хорошо. Если у них будет лучше экономическая ситуация, тем больше они не остановятся. Поэтому нам нужно не тишить себя иллюзиями, а все делать для того, я думаю, это всех объединяет, увеличивать нашу обороноздательность и развивать нашу страну, тогда мы збережем свою называть. Олег, вы хотели что-то добавить? Я хотел, есть такое прекрасное выражение, называется «Не нужно быть большим реалистом, чем сам король». Я ни разу не слышал, что западные партнеры от нас требовали выгонять отсюда российские компании и дай Боже их национализировать, потому что это будет страшный сигнал всем бизнесам, и вводить какие-то ограничивающие нас санкции. Мудрые слова сказал, как и наш грузинский коллега, все, что помогает экономике страны, это укреплять ее обороноспособность, потому что на Западе люди умные, они понимают, если мы станем еще беднее, куда мы пойдем за деньгами? К ним же и придем. То есть, соответственно, любое ограничение торговли с Россией, потери любых рабочих мест будет приводить к большему паду экономики, соответственно, необходимости обращаться дополнительно к Евросоюзу и Соединенным Штатам за деньгами, поэтому от нас никто не требует, зачем самих себя высекать? Это первое. Второе, по поводу взаимозависимости гривны и рубля. Да, в России глубочайший кризис, господин Нилов правильно сказал, это только начало и это действительно глубочайшая воронка, но никто из крупнейших рейтинговых агент сейчас не ставит вопрос о снижении кредитного рейтинга России, потому что Россия, в принципе, очень мало кому чего должна, мы им должны сейчас. А сегодня есть решение о снижении кредитного рейтинга Украины до преддефолтного. И вот это уже проблема... Сегодня стендартенкурс пониз... И это уже проблема нынешней власти, ее никак нельзя списать не только на войну, но и на все остальное. Вот об этом нужно сегодня говорить. Не потому, что тут российский бизнес работает и тем самым подрывает нашу экономику, а потому что действительно мы колоссально много должны. Это вина многих правительств, которые в течение последних 10 лет набирали огромное количество кредитов. И в этой связи, конечно, украинская экономика настолько слаба, что ради политических, даже самых патриотичных побуждений ее ослаблять, это и есть самый непатриотичный акт, который только может быть. Все, что вредит сегодня экономике, это и есть непатриотичные действия. Спасибо. Понесем так. Дорогой Михайлович. Евгений, я поймал себя вот сейчас на таком, что мы как бы в студии находимся в трубе, где с одной стороны рубль, а с другой стороны гривна. И мы говорим рубль-гривна, гривна-рубль, но мы давно уже живем в глобальном мире. Почему мы говорим, что если падает рубль, это плохо для гривны? Почему мы не говорим, что если укрепляется евро, это плохо или хорошо для гривны? Почему мы не говорим о долларе? Почему мы не говорим о юане? Если Украина, и давайте мы вспомним тему прошлого года и начало этого года, это соглашение о зоне свободной торговли, углубленной и всеобъемлющей с Европейским Союзом. И в данном случае, когда мы говорим и рассматриваем только привязки Украина-Россия, что происходит в России и как это отразится на Украине, давайте мы скажем, что очевидно есть возможность компенсировать. И если это не покрывает все потери, то нужно смотреть, какие еще возможности. Очевидно, мы видим сейчас, что Украина больше сейчас может торговать с Европейским Союзом. Но эти возможности ограничены. Почему? Потому что конкурентоспроможность украинских товаров ниже за европейские. Что это означает, какие висновки? Это, до речи, вопрос доверия. И можно посмотреть, если будет расти доверия или нет, если обещания, которые давались, або намеры, которые проголошивались, они реализуются или нет. На начале мы вспомнили, что Украина, я надеюсь, что следующего месяца мы скасируем позаблоковый статус. Мы заплатили и платим очень высокую цену за то, что перебиваем в Сирии безбековой зоне. Батьковщина еще в березне месяце зареєструвала соответствующий законопроект. Мы закликали еще влитку готовиться к референдуму. Первыми были в этом парламенте, когда внесли закон. Сейчас президент Порошенко огласил, что он зареєструвал Сирии. Григорий Михайлович, извините, перебью вас. Давайте мы эту историю оставим на следующую часть нашей программы. А мне бы хотелось сейчас послушать давно про слово Иванка. Да, да, да. Ну, я, власне, хотела просто сказать, что дейсно национализация будь-яких бизнесов в стране, яка ведет, декларует, принадлежит демократию, декларует рынковую орієнтованность, хочет быть частью европейской общественности и вибудовывать все свое життя, соответственно, до совсем других норм и правил, про национализацию будь-чого, взагалі, не может идти мови. Мне кажется, что наша сила, как страна, в протяжении долгого времени, сила наших аргументов, которые принимают наши западные партнеры, которые принимают мир, как бы нам тяжело не было их передать и расповсюдить так эффективно, как это делает Россия, своими аргументами, своей пропагандой, власне. Наша сила была в том, что мы всегда честно выяснили свою ситуацию и не порушивали правила. Не порушивали правила, и это принципово. У всему конфликт, который есть между нами и Российской Федерацией, как бы нам не было тяжело, это касается линии огня, порушения режима прекращения огня. Это не украинцы, это ополченцы, финансованные, поддерживающие, особенно с российскими солдатами, это они порушивают режим прекращения огня. То есть, у нас наша сила и наш аргумент есть именно в том, что украинские военно-воспособности, как бы им было не тяжело, они не отвечают на этот огонь. И именно это даёт возможность нам поддерживать ту поддержку заходных партнеров, которую мы имеем на сегодняшний день. Мы, если бы мы вели себя аналогично с Российской Федерацией, то, власне говоря, мы бы не могли бы построить эти альянсы, поддержку и партнерскую помощь, которую мы имеем сегодня. Я бы посоветовал смотреть на вещи гораздо шире. В первую очередь, какая сегодня цель Путина? Для него самое главное не победить на фронте, на переднем крае. Я упоминал о погибших солдатах Айдара и многих других батальонов. В первую очередь, он хочет, чтобы украинцы сами себя победили, и чтобы не состоялись те реформы, те изменения не случились, которые сделают эту страну, прекрасную европейскую страну, огромную страну, настоящим государством, успешным государством. Путин... Это абсолютно та же самая тактика по отношению Грузии, к Молдове, как всем странам. Он хочет, чтобы мы были несостоятельными странами, и народы которого сами придут к Путину, скажут, что, пожалуйста, дядя Путин, лишь бы был... Дядя Вова. Дядя Вова. Лишь бы был такой, хотя бы плохой мир, какая-то стабильность, какая-то пенсия. Ну, ты нас рассуди там и, так сказать, разложи все по полочкам. Вот этого хоть. Главное. Поэтому, когда мы говорим об национализации, в первую очередь, мы должны думать, что Украина должна стать сильным государством в экономическом плане. В первую очередь, что Украине нужно, это инвестиции. И доверие инвесторов, что даст возможность получить заработки гражданам Украины и получить реальные доходы бюджет Украины, которые пойдут на оборону и которые пойдут на социальные нужды, на пенсии и так далее. Поэтому, если говорить о национализации, нужно взять за шкирку многих тех толстосумов, которые на протяжении этих последних лет грабили эту страну, а сегодня есть война, и по законам военного времени нужно их судить, по законам военного времени, и за шкирку вот так этих комиссионеров и вытрести, как мы сделали. Я ничего не говорю того, что мы не делали для себя, и чего я не желал бы для Грузии. Бороны, я очень извиняюсь. Нам надо сейчас прерваться. Вы продолжите следующую часть программы. Я закончу мысль. И отобрать у них те миллионы, сотни миллионов, и положить эти миллионы в казну, чтобы они служили народу. Спасибо. Спасибо. Мы продолжим наш разговор в следующей части программы. Оставайтесь с нами на канале Интер. Мы продолжим наш разговор в следующей части программы. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Чёрное зеркало», которая, как всегда, по пятнице представляет редакция подробностей. Мы продолжаем разговор, в том числе и о внешней политике. И вот, как я и обещал, мы должны чуть подробнее поговорить о внеблоковом статусе, из которого предлагается выйти. В этой связи вот какой вопрос. Я, наверное, я бы начал с Георгия Барамидзе, о котором мы проговорили перед началом перерыва. Вот смотрите, мне очень часто приходилось слышать, скажем, от представителей Запада, от западных, в том числе европейских, американских дипломатов, политологов, что жёсткие внешнеполитические шаги, жёсткие решения, в том числе по отношению к России, могут привести к обратным последствиям. Вот в том числе и, скажем, отказ от внеблокового статуса и провозглашение намерения вернуться на путь евроатлантической интеграции. Почему я об этом сейчас вспоминаю в контексте событий, которые происходили в Грузии? Вы помните отлично, что когда Грузия предприняла ряд очень жёстких шагов ареста людей, которые были агентами ГРУ, агентами военной разведки России на территории Грузии. Это, если мне память не изменяет, привело в итоге к эскалации напряжённости в отношениях с соседней Россией. Вот нет опасности того, что более жёсткие внешнеполитические шаги, более жёсткие внешнеполитические инициативы новой украинской власти приведут к тому, что, грубо говоря, Путин начнёт играть Россией, начнёт играть на повышение ставок в этой игре. Как Вы думаете? Ну, во-первых, было бы очень наивно действительно думать, что из-за того, что мы посмели арестовать агентов ГРУ, Путин решил оккупировать Абхазию и Южную Осетию. Ну, это, конечно, смешно. Это было задолго до оккупации. Мы же упоминали здесь. Война России против Грузии, против независимости Грузии, против идеи, чтобы Грузия была независимой и самосильной государством, идёт с самого начала, как только Грузия объявила независимость. Это просто разные формы принимала. И разные поводы говорились, провозглашались, как причина тех или иных действий. А стратегия, она никогда не менялась. И не нужно просто вводить самих себя в заблуждение, что вот арест... Если бы не арестовали агентов ГРУ, а что мы должны были дать им открыть дверь? Скажи, пожалуйста, заходите, будьте нашими гостями и куда хотите, заходите. Что это значит? Зачем они это делают? Понятно, что они работают на подрыв государства. Поэтому не нужно быть полубеременными и не нужно стесняться того, что народ хочет. Народ хочет независимости. Народ хочет, чтобы страна развивалась нормально. Есть конкретная страна под руководством Путина, который остался в менталитете в начале 20-го века или 19-го века. И просто не приемлет своих соседей, Украину, Грузию, Молдову и других, как независимых государств. Поэтому тут не нужно пытаться и людей. Естественно, Украина это и есть Европа. Украина это европейское государство. Поэтому Украина принадлежит к обществу цивилизованных демократических стран. Соответственно, Грузия, Молдова и Украина, и другие страны, их наше место в семье демократических свободных стран. Точка. Путин, если это не приемлет, это проблема Путина. Тем, что Украина хочет стать членом НАТО или Евросоюза, этим Украина ни в коем образом не ущемляет каких-либо интересов России, не нападает на Россию, не отнимает территории. Наоборот, Украина становится объективно же лучше, более стабильная, более развитая, более цивилизованная, более культурная, более образованная. Что они этого боятся? В том-то и дело, что Путин именно этого боится. Потому что он боится потерять свою нас. Я бы позволила себе поддерживать такой подход. Нам, насправді, Украина, когда отмогла за режимом Януковича, отмогла от нацеленности на евроатлантическую интеграцию и приняла положение в законе про засады внутрішньо-зовнишньо-політики статус позаблоковый, он с надеей, что в таком способе она заспокоит Россию. Видно, такая была логика нашего предпринимательства. И Россия не будет против интеграции Украины в Европейский Союз, как она весь час декларировала. А вот вопрос вступа Украины до Певно-Атлантического Альянса, которое всегда считалось таким дратующим для России, оно будет снято. На жаль, ничего этого не произошло. Как мы знаем, в то время все равно в России писали сценарии анексии Крима. Так, эти сценарии однозначно готовились. Нас могут доказать, что эти сценарии были стойно придуманы, и это все стало спонтанно, ничего подобного. Ни Крим не мог быть анексованы спонтанно, если бы не были разработаны за здалегисть сценарии, а не ситуация вот такая, спровокована на Донбассе, не могла бы происходить, если бы не было за здалегисть заготовок, независимо от того, чьи мы оголосили про свой позаблоковый статус или нет. Поэтому, изменение от позаблокового статуса, я думаю, что тут это принциповая и важливая действия, как сказал пан Григорій Немиря, и Батьковщина внесла свой законопроект аналогичного сместа, и, власне, Блок Петра Порошенко до того депутата, колька внесли такой аналогичный законопроект, и депутаты Народного фронта, сейчас есть аналогичный законопроект именно президента Украины, и я думаю, что это однозначно до этого вопроса, принаймні, коалиция, и я думаю, что некоторые позафракционные депутаты с удовольствием поддерживают такое решение, и Украина на наступном тижне принимает это решение про изменение от позаблокового статуса. Но тут возникает вопрос. А Запад, страны НАТО готовы принять Украину? Ведь очень много было заявлений, очень много было заявлений влиятельных политиков тяжеловесов, которые говорят, что нет, Украине не надо вступать в НАТО. Слушайте, я могу сказать, вот это, знаете, такой элементарный прогноз, я думаю, Григорий Михайлович, все по-честному подтвердят. Внеблоковый статус будет отменен, членом НАТО Украина в обозримой перспективе не станет. Все, точка. Потому что, если уже Збигни-Бжезинский заговорил о том, что Украине не надо быть членом НАТО, если бы там, если министр страны дел Польши, главного нашего лоббиста всегда, интеграции в Европу, Евросоюз и в НАТО, говорит о том, что Евросоюз правильно, НАТО отложите в сторону, ну, о каком вообще тогда вступлении в НАТО можно говорить? А вы знаете, как они говорили насчет вступления Балтийских стран до их не вступления? Они постоянно это говорят. То же самое говорили. Мы с вами слушали Россию и Россию. Если, 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 если ничего никогда не будет. Слушайте, давайте тогда будем знать, что нам нравится в выступлениях европейцев, будем говорить, они говорят правду, а здесь они дураки. Правильно, а как по другому? Да нет, ну, ребят, слушайте, я только закончу одно, но давайте абсолютно будем честными. Что такое сегодня вступление, ради чего вообще украинцы хотят вступить в НАТО? Для безопасности. Правильно. Что там хорошего в НАТО? Вашингтонский договор, пятая статья коллективной обороны. Один за всех, все за одного. Соответственно, готов сегодня Запад, завтра приняв Украину в НАТО, послезавтра вступить в боевые действия с Россией? Нет. Не обязательно. Соответственно, у нас никто не примет в НАТО. Не обязательно. Или будет Россия тогда аннексировать еще какую-то часть Украины, если будет знать, что есть защита. А что значит, какую еще часть? Германия была оккупирована. НАТО не объявляла войну Варшавскому блоку. И без одного выстрела НАТО победила Варшавский блок. Надо терпеть, надо дипломатическими, экономическими, политическими методами, не объявляя войну, Крым и остальные территории, оккупированные в Грузии и так далее, обязательно будут украинские и грузинские. А, через 50 лет по такой логике, через 50 лет. Да-да-да, пожалуйста. Надо терпеть. Я хочу дозволить, я хочу продолжить оптимистичную картину и, насправді, оптимизм пана Григория в чому. Еще в травне месяце нам говорили про те, що Росія відкриває практично відкриту військову агресію на Сході і тоді так було. Ми мали страшенну ситуацію там, ми мали абсолютне зневір'я в тому, що нас підтримує Європа чи Америка. Ми говорили постійно тільки про те, що вони переживають, вони озабочені, або це все різні слова, одні і ті самі, що ми маємо сьогодні. І чому саме зараз президент Порошенко вніс цей проєкт рішення стосовно відміни позаблоковості. Тому що на сьогоднішній момент ми маємо відкриту підтримку Сполучених Штатів. Так, ми не можемо сьогодні стати одною з країн-членів НАТО, але ми сьогодні маємо відкриту абсолютно позицію Сполучених Штатів, підтриману офіційно стосовно того, що Україна є партнером Штатів. Ми маємо відкриту позицію сьогодні європейських країн, які так само заявляють про свою підтримку України. І саме зараз, коли поряд з нами стоять самі сильні європейські і американські країни, взагалі світові країни, ми маємо можливість провести через парламент відмову від позаблокового статусу. Все треба робити крок за кроком і для цього треба робити знову ж таки свою країну сильною. Коли ми будемо розраховувати в першу чергу на себе, коли ми будемо відповідати в першу чергу за свої дії і робити все для того, щоб з нами рахувалися і східні сусіди, тоді в нас все обов'язково вийде. Я хочу на аргумент Олега Відповісти, він був адресований мені. Дивіться, можна говорити, перше, чи можливо наближатися до НАТО, включно з майбутнім членством, якщо немає закону, який визначає цю можливість. Неможливо. Позаблоковий статус не дозволяється зробити. Перший крок треба скасувати позаблоковий статус, відновити курс на євроатлантичну інтеграцію. Друге, чи були подібні сумніви висловлювалися в 90-х роках, коли розпався Варшавський договір і коли країни Чехія, в меншій мірі Словаччина, Польща, Угорщина, Балтійські країни сказали, ми хотіли б стати членами НАТО. Яка відповідь була б від Сполучених Штатів? Ні. Навіть не думайте про це. Це буде деструктивно, оскільки розпадається Радянський Союз, це призведе до порушення глобального світового порядку. Що сталося потім? Вони сказали, ну слухайте, ми ж демократичні країни, і ви демократичні країни. У нас більше 50% населення підтримує це. Вони проголосували за уряди, які получили демократичний мандат на наближення до НАТО. Григорий Михайлович, я вас переб'ю. Але ні у одних з країн, які були зіскателемі членства в НАТО в 90-і годи, перша вільна і затем вільна вільна, ні у одних з цих країн не було проблеми територіального спора с сосідами. Біли, естонія, естонія, народ, да. Не, ну подожди, не було оккупировано, вістонія не була оккупирована, Германия була оккупирована. Слухайте, президентом России був п'яний Ельцин, президентом России був п'яний Ельцин, якби Путін був тогда президентом России, і у них було стільки денег, чёрт вставить, що не була членом НАТО. Чёрт вставить. Ну, це вже заслуговательне наклонення, вже, що об этом говорить. Давайте о нашому бухгалку говорити історію, дуже бува створювати, але я пропоную, я пропоную, я пропоную звести, я пропоную звести до двох речей, до двух речей. Перше, стратегічних речей. Перше, ми повинні дати собі відповідь, ми выбираємо шлях, чи не выбираємо? Нам не вдасться танцювати довго навколо, це не в інтересах української держави. Грубо говоря, ми покупаємо лотерейні білі, а не покупаємо? Ми обираємо шлях. Друге, ми маємо, друге, і це теж стратегічне, і це важливо, ми маємо на території України агресора. І цей агресор – російська держава. Хто на сьогоднішній день, Україна здатна самостійно, давайте говорити об'єктивно, і давайте собі чесні, конкретні відповіді. Не здатна. То ви хочете хто здатний? Здатно – НАТО. Значить, рухаємось в тому напрямку. І інших варіантів існувати не може. Ніхто не сказав, що ми повинні рухатися страшно швидко, і ніхто нас чекати не буде. Але ми повинні йти по цьому шляху безвідомно. І все. Ні, дивіться, є ще один аспект, я хотів би забрати НАТО на НАТО. Дивіться, іноді, і коли на початку конфлікту, і, Євгеній, ви намекали на це, це Фінляндізація, Фінляндія, яка стала членом Європейського Союзу, імеє ВВП на душі населення більше, чим багато інших країн є, хороо живуть, але вони соблюдували такий активний нейтралітет своего времени, який ще Кекенен, Пасекевий, Кекенен і інші якби установили. Щас вони вже хочуть в НАТО? Що щас відбувається? Що щас відбувається? Це, кстати, дуже важливо бачити і з точки зрення нашого регіона, де є Молдова, яка продолжає підтримуватися статуса не вступлення в НАТО, але йдуть дискусії, Грузія, яка хоче стати членом НАТО, Україна, яка хоче, і де більшість населения підтримують. Страны севера, Страны севера, Я хотів би закінчить своєму, дати це важко. Ви все говорите правильно, але довго. Смотрите, є Норвегія, є Ісландія, є Даня, яке є членами НАТО. Швеція, Швеція, яка підтримувалася більш серйозної політики нейтралітету, зараз думає про вступлення в НАТО. Фінляндія, Фінляндія, в 16-м році, і президент і прем'єр-министр планирують провести референдум по вступленню в НАТО. Товариство, давайте згадаємо недалеко політичну історію України. Я, правда, тоді ще був зовсім маленький, але досліджував. В 90-му році, коли, навіть в 91-му, здається, буквально за кілька місяців до проголошення незалежності України, до Києва приїжджав президент Сполучених Штатів Америки, тодішній Джордж Бурст-старший. В 91-му, да. І вся його промова в Верховній Раді складалася з одного тезису, з однієї тези. Україна, не вздумайте виходити з Радянського Союзу. Це буде дестабілізація. Це буде речі імені котлети по-київськи. Це абсолютно. Тому, давайте розуміти, нам треба орієнтуватися на наші національні інтереси. Якщо ми будем ставити перед собою цілі і будемо до них іти, туди у нас є шанс. Якщо ми навіть цілі собі не ставимо, ну тоді будемо в болоті сидіти. Я не ідеалізую НАТО, відверто скажу. І розумію, що нас там не чекають на сьогоднішній день. Але давайте теж говорити. Це стандарти. Нам треба підтягуватися до цих стандартів оборонних, економічних, політичних. Треба це робити незалежно від... Це для себе треба робити. І ще треба враховувати той факт, що знаєте, ми трошки десь ще, скажімо, інерційно мислимо, як раніше. Ми сьогодні в трошки іншій ситуації. Ми сьогодні це оборонний вал європейської цивілізації проти наступу диктатури і хаосу. І ми маємо себе вже і по-іншому ставити, в тому числі і перед нашими західними партнерами. Ми сьогодні це передовий рубіж свободи і демократії в всьому світі. Тому ми повинні сьогодні трошки більше на це набрати. І я думаю, що ми за це платимо дуже велику ціну. Тому ми сьогодні маємо саме так ставити це питання. Тільки хаос не по той бік, а по цей бік. Мені здається, в принципі, історія з НАТО – це предмет віри. Є політичні сили, які вважають, що що ми вступимо в НАТО і що підемо заявку – це щось вирішить. Є сили, які не вважають так. Насправді, так чи це, чи не так можна перевірити лише шляхом досі. Але єдине, про що, я думаю, ніхто не буде сперечатися, що більшого внеску до руху України в бік НАТО, як Володимир Путін, не вніс в цьому світі ніхто. Тому мені здається, що це головний виснов. А коли йшлося про те, що Путін каже, що треба, щоб Україна взяла на себе зобов'язання не вступати в НАТО, то дуже гарно прожартував, сказав, що добре, ми можемо написати це зобов'язання від імені України на зворотньому боці Будапештського протоколу. Якщо вже руководячий ролі Путіна треба говорити в українській політиці. Знаєте, коли йшло обсуждення економічних вопросів, я себе поймав на мысль, що практично, мені кажучи, ніхто тут не знає, наскільки російська економіка пропитала українську економіку. Все годи, давайте догадаємся, з трьох раз, в які бизнес-активи і в якую країну вкладывався російський бізнес, де ему було понятно, де с ним говорили на одному языке, де були одинакові правила, де був сопоставимий рівень корупції. Він здесь. Якщо ми решимо націоналізувати це все, якщо ми готові обрубити цю пуповину, ми готові к тому, що економіка стане. І коли долар буде не 20 гривень, не 30, він буде 100-150. Тому ми стоїемо перед большим вызовом, і, зази, зобственно, якими і об'ясняється, чому ми не вводимо санкції по отношению к Росії економічно. Тому що ми угробимо прежде всього себе. Тому що касається НАТО, ну да, у нас немає другого вибору, і тут абсолютно правильно сказано, да, виріювати лотерейний билет, тому що, якщо ми будемо стояти, нас будуть точно також захватувати, нас будуть точно також нагибати, і ми не будемо спротивлятися. Ну, прийшло время спротивлятися. Другого варіанта нет. Це не лотерейний билет. Це не лотерейний билет. Ми ощипаємося. Це плоха аналогія. Це можна сравнить навіть ще з натяжкою, як би це там, сесть за штурвал гоночной машини, і потрібно дійти першим. Це вже все в ваших рухах. А не лотерейний билет, що коли це відбувається, ніхто не знає. Це, звісно, не трудно, це не автоматично, але це достигаємо, це можна зробити. Тем більше, в країні, опять кажу, у вас огромный козль в руках. Це центральнеевропейська, я не ошибаюсь по географії, огромна европейська страна, демократична страна, яка, якщо захочет вступити, вона обязательно вступить. Ее ніхто не зможет оставлять. Ваши слова до Богу бушу. Алексей Рябчин. Так, две вещи по поводу НАТО, по поводу інвестицій. Я, як чоловік із Донецка, Ярий Горин Михайлович, так же. Ми прекрасно знаємо, як, наприклад, як восточна Україна относилась к вопросу НАТО, і в марте, в апреле, коли ми виходили на пророссийські митинги і спрашивали людей, це було просто як красна отряпка. А зараз ці же самі люди кричат, ми хочемо в НАТО, тому що ми видим, що це як один із способів защиту і возврата данных территорій. Я був на встречі з Байденом, і йому задали мої колеги депутатний вопрос, примут Україну в НАТО или нет? Закрыта ли дверя или нет? Он говорит, дверя в НАТО открыта. Якщо ви хочете, і якщо ви достигнете цих критеріях, понятне дело, це не завтра. Ваще є рішення НАТО, що... Извиняю. Є рішення НАТО, безпрецедентне, не забувайте, друзі, є безпрецедентне. Це в 2008 році. В 2008 році. Нікого, ніколо, ніколо, ніколо не обещали, навіть балтийським країнам, навіть іншим країнам, навіть германам, ніколо не обещали, що ці країни будуть, не то, що можуть бути, а утвердительно, будуть членами НАТО. Так і записано. Грузія і Україна будуть членами НАТО. Стаття 10. Главне захотеть, і, звісно, зробити те реформи, які повинні бути зроблені, не для того, щоб війти в НАТО, в першу чергу, щоб Україна була успішною країною, а потім цю країну примут і в НАТО, а ці території обязательно повернутся. І нам не потрібно смотреть на життя чи не життя Росії, на життя чи не життя Запада, можливо Германия, чи якісь западні паралію, не хочуть, дійсно, ослажнений проблем с Росією. Це зависить від життя только українського народу. Як ми захотимо. Вопрос по поводу інвестицій. Коли політики повинні бути відповідні, коли ми говоримо о націоналізації, ринок ці сигнали відчувається, і боїться. У нас уж уходить з ринка компанія «Шеврон», огромний западний інвестор. Це огромніший негативний сигнал для ринка. У нас уходять западні компанії сервісної при добычі газа, тому що ми в бюджетному кодексі предусматруємо высокі налоги для добычі газ. У нас катастрофічна ситуація з інвестиційним кліматом. І ті російські компанії, які працюють, я був, я тільки що приїхав із Вінниці, де був у своєм Донецькому націоналному університеті, який зараз там. І студенти спрашиваються, вони ці сигналы ці чувствують. А скажіть, а чому не вводимо санкції проти російських компаній, проти російських банків? Ми ж должны, весь мир хоче. На що я йому відповіюю? Пожалуйста, ти міністр фінансів і економіки. Вот у тебе є решення. Вот він банк. У нього 10 тисяч сотрудників, стільки він платить налогів. Пожалуйста, ти... А вкладчиків. Да, то же саме вкладчиків. Ти підписуй, щоб він націоналізувати. Люди ушли з ринка, людям треба платити зарплату. Вот ти возьмеш на себе таку відповідь? Наверно, нет. Поэтому давайте будем ответственними в вопросах націоналізации. Давайте лучше заниматься увеличением инвестиций, а не наоборот. Извините, вот только что вы упомянули, что вы из Донецка, а вы Григорий тоже, да? Алексей, простите, пожалуйста. А вот у вас есть... У вас два микрофона. Нет, Евгений, это я... А это не работает. Там есть небольшая техническая проблема. Это я дал микрофон, я буду модерировать. А хорошо. Да, все же. Орест у нас остался. Поскольку вы затронули тему, вы вдвоем из Донецка, и вы знаете, что там происходит, вы общаетесь. Ситуация на этой неделе, которая произошла с остановкой ГУМ-конвоя. Вот как вы ее можете прокомментировать? Что происходит? Версий очень много. От борьбы за освобождение наших пленных, обмена пленных, до войны между олигархами. Я скажу два слова, я передам господину Немире. Нельзя воевать со своим собственным народом. Надо бороться за ума и сердца народа. Те же самые студенты Венеции, не имеют общежития. То есть они сидят в Донецке, звонят, спрашивают, когда нам дадут общежитие, когда мы выйдем оттуда. Мы должны бороться за молодежь, которая хочет выехать, но не имеет такой возможности. Прямой ответ на ваш вопрос. Я считаю, что это большая проблема. Я говорил о ГУМ-конвое, не о борьбе за молодежь. Когда вооруженные люди останавливают конвой, а государство не имеет никаких рычагов влияния, хотя, по идее, должно иметь и вмешаться. Давайте уточним сразу, что эти вооруженные люди не россияне. Не россияне. Это украинцы. Это очевидно. Об этом нужно говорить. Что хочет показать Путин? Он хочет показать, что украинцы даже свою собственную гуманитарную помощь не могут доставить своим же гражданам. Это его цель. И те, кто с оружием в руках, пытаются говорить, а вы конвой, вы потому что вы от господина Ахметова, вы плохой конвой. Мы вас заворачиваем, и те люди, которые остались в Донецке, 700 тысяч, в области 3,5 миллиона, они не получат, потому что мы так не хотим. Это граничит с преступлением. Я считаю, что большая проблема, что в этом участвуют некоторые народные депутаты. И я считаю, что и Министерство внутренних дел, и Служба безопасности должны очень быстро вмешаться. Я сегодня получил информацию, что этот гуманитарный конвой прибыл в Донецк, а это не только Донецк, это и вся область. Ну и закончите уже свою мысль, кто эти депутаты, которые участвуют? Я просто очень не люблю вот эти фразы. Некоторые всем известны. Просто в информации речь идет о вооруженных людях из двух батальонов. Батальон Днепр-1 и батальон Донбасс. Народные депутаты, которые были там, я с одним сегодня разговаривал, в другой студии, господин Семенченко. Он как бы сейчас говорит, что нет, там ничего такого не было. Но это создает прецедент очень опасный. Я бы хотел обратиться ко всем, у которых будет такое искушение, в условиях, когда само государство не может оказать достаточно помощи, а волонтеры, частные гуманитарные фонды, отдельные правительства, Красный Крест, не вмешиваться в это, а помогать. Но вы представляете себе страну-члены НАТО, на территории которой из частной армии, которой управляет какой-то губернатор или депутат? Можно это себе представить, да? Олег, ну это же не говорит, что мы не должны меняться, становиться лучше и идти к этой цели. Нет, так это мы стали хуже за этот год. У нас не было частных армии 24 года, извините. И под предлогом того, что это все герои, борцы с Россией, мы сегодня, послушайте, мы сегодня получили частной армии, которые... У нас не было ни частной армии, ни украинской армии, разворованной... Они в дуру, ни милицию, а теперь они будут. Вот эти в Грузии, они почему-то у них была, война у них не появилась. По моей точке зрения, тут должен быть общий, ну как бы, в изведом случае, хотел поддержать госпожу Продни. По поводу того, что сейчас на самом деле, вот этот конфликт, который существует, это конфликт не только между Украиной и Россией, да? Это конфликт, так или иначе, можем назвать в кавычках и без кавычек, между Россией, или нынешней российской властью, и свободным миром, да? Вот свободный мир, как время Холодной войны. В том, что свободный мир одержит в этом противостоянии победу, я лично не сомневаюсь. Андрей Ильенко прав со своим валом. Я лично не сомневаюсь. Но вопрос в том, чтобы Украина при этом осталась и стала частью этого свободного мира. Не только в кавычках, не только в кавычках, но и ментально, внутренне, структурно. Да. Ну, ключевое, то, что я хотел сказать, что мало стати на шлях НАТО, и действительно есть заявы сопережливых разных чиновников НАТО, но ключевая история, мы вступим в то, когда будут какие-то изменения. НАТО сегодня не готово говорить про вступ, только потому, что чиновники Альянса не понимают, что происходит в Украине. Они не хотят брать с незрозумимыми, коррупционными, экономическими проблемами, потому, что они частично несут за ответственность потом политическими проблемами. Поэтому, соответственно, это ключевая история. Какие изменения в стране. Если она будет происходить, я не думаю, что проблема этого локализованного конфликта будет главной. Я думаю, что она будет снятою на шляху до вступа Альянса. Это ключевая история. Но когда мы... Иван Акліпус... И второе вопрос. Когда мы говорим про каких-то губернаторов, можно закидать, но знайте, чтобы не какие-то губернаторы, если бы, условно говоря, не особистая поведение Авакова в Харкове, мы не знаем, что было бы в Харкове сегодня. Краина не выявилась готова к этому конфликту. Поэтому люди вести себя так, как они вести себя. Поэтому, соответственно, если мы кого-то критикуем, нужно в войсковом конфликте это безважно ставить. В приватных альмий не надо будет. В 2017-2018 году бандиты Одесски тоже становились комдилами и героями Краснодара. Это же не показатель. Депутатурой закона. В любом случае, через год, через два должен начать работать в законе. У государства должны либо войти в состав регулярных вооруженных сил, либо быть распущены. Я, власне, хотела сказать, что это принциповое питание. Безумовно, мы все схиляем свои головы перед усима. Тими добровольцами, которые принадлежатся в защиту страны. Но страна, если она будет реформировать себя и реформировать свои вооруженные силы и дальше покращать свою обороноздательность, то она обязана, обязана, нет другого шляха, как как бы быстрее интегрировать все эти добровольные приватные батальоны негайно в вооруженные силы Украины. или в национальную гвардию, или в вооруженные силы. И тогда мы не будем иметь таких проблем. Потому что тогда вооруженные должны подпорядковаться с понимаемым вооруженным командованием. И это вопрос не будет стоять взагалей. А если не получится, насколько вероятно опасно, насколько большая опасность того, что мы скачемся, например, до уровня Ливии. Грубо говоря. Когда каждое мелкое княжество будет иметь свою частную армию. У нас нет вариантов. Нам необходимо просто централизовать, интегрувать эти батальоны и поставить это перед фактом всех тех людей, которые долучились, финансировали, не финансировали. Это не может быть приватной армией. Сейчас есть вопрос. Ты хочешь служить, защищать батьковщину? Нет вопросов. Збройные силы Украины, Национальная гвардия Украины, все возможности интегруем. Спасибо. А у вас в Грузии тоже были, можно сказать, добровольческие, практически не государственные военные. Что вы сделали? Это было в начале 90-х, но очень важно, дорогие друзья, в первую очередь, когда мы обсуждаем очень правильный вопрос, что с частными армиями Украина не вступит в НАТО. Это абсолютно правда, поэтому нам нужно подготовиться и какой-то путь пройти. пока мы начнем вот этот разговор, и мы обязательно должны этот начать, в первую очередь, мы должны сказать огромное спасибо тем патриотам, которых никто не призывал. Они там в батальоне Айдар или Донбасс или где-нибудь. Никто не призывал. Вот я был сейчас на Луганщине с подполковником Мельничу, которого никто не призывал, он был в отставке. Вот, в первую очередь сказать этим патриотам, которые там гибнут и готовы погибнуть за Украину, большое спасибо. Раз. И действительно, слава героям, действительно, вот этим героям, вот они вот сегодня защищают в своей груди Украину. Первое. Поскольку они готовы погибнуть за Украину, я не думаю, что они в интеллектуальном плане хуже других, поймут, что нужно для Украины. Если им нормально объяснить вот этим патриотам, что вот так и так, вот это нужно государству. Для этого дисциплина, организованная армия, все вот абсолютно руководящие структуры, организация, это просто нужно работать с людьми. Нужно идти в части, чтобы депутаты приходили к этим людям работать. Когда будет конкретный план? Этот план должен быть очень быстро после предпринятия вот этого закона, который даст возможность Украине уже обратно встать на путь интеграции в НАТО. Объяснить эти люди обязательно, как патриоты Украины, они сделают так, как нужно. Будут элементы, которые специально засланы в эти добровольческие отряды, для того, чтобы реально они боролись не с врагом в путиневском режиме, а боролись с собственной страной. Есть такие элементы. Мы должны это знать, это осознавать. Поэтому как раз правительство не должно давать им повода, чтобы они могли и других за собой повести, чтобы они свои автоматы в сторону Киева, так сказать. Ну да, я вас возвращаю к тому, что говорил в первой части программы. Российский оппозиционный политик Владимир Милов, он предсказывал, что скорее всего на следующем этапе историческом основной упор Путин будет делать на формирование своей агентуры, дестабилизацию за счет пятой колонны. Поэтому нужно действовать быстро, раз, нужно опираться на патриотов и на тех людей, которые понимают, какие задачи сейчас стоят перед Украиной, и четыре, очень быстро правительство должно консолидироваться вокруг президента, премьер-министра и большинства парламента и перестать много разговаривать. Надо начать дело делать. Я думаю, что если мы будем шукать пятую колонну, то последнее место, где мы будем шукать, это было бы шукать, это среди добровольчих батальонов. Потому что я, по-перше, хочу внести ясность, что все добровольчие батальоны, они есть в структуре МВС и Национальной Гвардии или в структуре Айдар, например, в структуре Министерства Обороны. То есть, тоже не нужно сгущивать фарби. Но я думаю, что на самом деле те люди, которые действительно в тот момент, когда страна стояла просто на грани полного коллапсу, когда мы стыкнулись с агрессией в момент, когда армия не была готова к этому. Эти добровольчие батальоны, они фактически переломили ситуацию. Сегодня, только благодаря героичной нашей армии и добровольчим батальонам, мы сейчас защищаем Донецкий аэропорт, а не Львовский аэропорт. И нужно понимать одну вещь. Вот сейчас много говорят про кадровые изменения, про измену правоохранной системы. Я считаю, что именно кадры, после определенной проверки, чтобы там не было каких-то засланих моментов, но именно эти кадры должны стать основой новой правоохранной системы Украины. Те люди, которые довели своими героичными действиями на Схидном фронте, они сегодня должны охранять управление областной милицией, они сегодня должны идти на все керевные посады в силовых структурах. Это наш золотой кадровый фонд, который будет строить будущую Украину. Я всему переконю. Дякую. Господа, позвольте мне предложить для обсуждения еще одну важную тему. Мы уже вспоминали о том, подписал акт о поддержке свободы Украины, который перед этим был принят сначала одной, а затем второй палатой Конгресса США. Я хотел бы обратить внимание вот на какое обстоятельство, что простите, это Конгресс прежнего состава. Многие, кто следит за международными событиями, на это не обращают внимания. Тут прошли выборы, там победили республиканцы, они теперь имеют большинство. Этот Конгресс, где республиканцы имеют большинство в обеих палатах, где предположат такие политики, которые занимают очень жесткую позицию в поддержку Украины, как сенатор Маккейн, как сенатор Коркер, это будет после 20 января, когда вступит в свои права новый избранный Конгресс США. Проголосовал пока старый Конгресс. И вот, понимаете, есть тут один нюанс. Мне приходилось об этом слышать от нескольких хорошо осведомленных американских политиков и политологов, которые часто бывают в Киеве, да и я тут ездил недавно в Вашингтон. Есть версия, что вот этот закон, эта резолюция была, можно сказать, в пожарном порядке проведена через Конгресс Соединенных Штатов и президент ее подписал. Почему? Потому что боялись силы, которые настроены, скажем так, более примиренчески по отношению к России, что в январе, когда вступит в права новый Конгресс, может быть принята гораздо более жесткая и неудобная резолюция. Это, опять-таки, к чему говорю. Есть, и давайте не будем на это закрывать глаза, есть влиятельные силы на Западе, которые хотели бы ослабление режима санкций, которые-то всячески лоббируют и в Европе, и в Америке. Что с этим делать? Евгений, тут очень важно понимать, это не пятая колонна, дурацкий термин абсолютно, который ко всем сейчас применяется. Очень важно понимать, что главное... Я не сказал про неопрятые колонны. Я сказал, что у нас общество всегда так упрощает. политические круги, где сильны настроения за ослабление санкции. Прежде всего, крупные компании, которые работают на российском рынке. И в этом кризисе это вбит клин между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Добиться того, чтобы американцы стали сами по себе со своей жесткой позицией европейцы отдельно. Поэтому Обама... Я извиняюсь, просто порядки реплики. Тут господин Путин на пресс-конференции пытался вбить клин между президентом и вновь назначенным секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Говорит, что я не сомневаюсь, что президент Порошенко за мир, а вот тут появились новые руководители, которые уже призывают, чуть ли не к войне до победного конца. Ну так вот, Путин любой ценой хочет поссорить американцев с европейцами по поводу Украины. Поэтому ключевое заявление, которое сделал Обама, он сказал, я подписал этот закон, но я не буду... Это не значит, что мы изменим свою политику, потому что она согласована с партнерами. Очень важно понимать, американцы не будут вводить никакие дополнительные санкции, пока они не получат сигнал из Евросоюза, что европейцы готовы вводить точно такие же санкции. Американцы не будут поставлять оружие Украине, пока они не поймут, нужно поставлять оружие. Вот это очень важно понимать. Тут не потому, что там какие-то российские лоббисты, а потому что... Ну, лоббисты есть, между прочим, очень серьезные. Но для Обамы ключевое сегодня сохранить единство ЕС и США. Пока США и ЕС выступают с единых позиций, у Путина никаких шансов избавиться от санкций. Поэтому мы не должны ждать поставок оружия. А что вам Обама говорила, Алексей? На эту тему что-нибудь было? С Обамой, я думаю... Ну, простите. Байден, извините. Спасибо за предсказание. Байден говорил, что никто не запрещает вам торговать с Россией. Это, естественно, ваш партнер. Занимайтесь экономическими вопросами. По поводу предоставления оружия и прочих вещей не велось речь. Велось речь о предоставлении защитных средств. Но это был разговор до того, как Сенат, Конгресс США принял этот законодательный акт. Два дня назад приезжала сюда группа конгрессменов, с которыми мы встречались. Было ощущение, что он готов на новые шаги? Как представитель... Было ощущение, что они требуют реформ. Как только от Украины посредят, даже не просто реформ, а направление к реформам, у них не было требования. Они ожидают, что Украина побежит. Хотя бы идите этим шагом, выполните домашнее задание, и у вас будет все, что вы захотите. Георгий, вы хотели... Георгий, я хочу сказать, что, естественно, когда мы говорим о каких-то позитивных изменениях, мы должны, естественно, представить, что все уже хорошо, и все мы достигли. Просто идут позитивные изменения. После 2008 года многие подумали, что это вопрос конфликта между Саакашвили и Путином, и так далее. И абсолютно неправильно трактовали события. Но Путин, судя по тому, что он говорил про Саакашвили, любит его в кавычках. Да, очень любит. И мы этим гордимся. Но сейчас он любит еще больше Украину. Но после Украины, наконец, мир начал просыпаться. И эра Шрёдеров заканчивается. В НАТО уже начали действовать реальные шаги против российской агентуры. Это была практически табуированная тема. В НАТО начали разрабатывать планы защиты Восточной Европы, которые не разрабатывались по политическим мотивам. Абсолютно. Владимир Владимирович реанимировал НАТО. Спасибо, Вова. Это еще один фактор. Спасибо, Вова. Третье. В Германии идут тектонические изменения в общественном мнении. Они там очень сильны как раз вот эти пророссийские силы. Уже нет, как раз. Уже не так? 80% немцев по вопросам уже воспринимают Россию как проблему. И 70% почему Меркель очень жесткая. Я говорю про бизнес-эстеблишмент. Я говорю про народ. Главное народ. Да, они имеют влияние, но главное народ. Народ избирает в демократических странах политиков, поэтому Меркель ее слова отражают настрой населения. 70% за усиление санкций. И плюс идет республиканская администрация в обоих палатах. И закончилась эра президента Обамы, когда он объявил эру перезагрузки. Это все как бы эра, когда мир сам себя успокаивал, что ничего не происходит, ничего не происходит, все хорошо, вот это не помогло. Надо смотреть в глаза, правде в глаза и как говорил Рейган, не бояться видеть то, то, что ты видишь. Вот поэтому сейчас эти политики начали видеть то, что они видят. И что главное, общественность во всех этих странах, где принимаются решения, начали уже воспринимать путинскую проблему как серьезную проблему, поэтому очень большие перспективы и у Украины, и у Грузии, просто надо делать дело. За нас никто это не сделал. Я... Прошу прощения. Сейчас, одну секунду, Иванович. Я просто хотел бы добавить еще к вопросу о изменениях, о подвижках. На мой взгляд, обязательно мы должны еще раз вспомнить о том, что президент Белоруссии Лукашенко выступил очень жестко на днях. Ну, он не называл Россию напрямую, но ясно было, что он имеет в виду, говоря, нарастающую угрозе белорусской независимости. Назарбаев приезжает, и многие обратили внимание на такой, казалось бы, маленький, но очень важный жест, что пять лет дали одному гражданину Казахстана за то, что он, фамилия его Евгений Вдовенко, его судили и приговорили к пятилетнему сроку тюремного заключения за то, что он участвовал в военном конфликте на востоке Украины. Такие сигналы имеют значение. Агрессии России против Украины. На стороне сепаратистов. Ну, и, конечно, восстановление депотношений между США и Кубой. Это тоже существенным образом меняет расклад. Кстати, вице-премьер России Дмитрий Рогозин, как сегодня выяснилось, чуть ли не изменил свой маршрут зарубежной поездки и помчался на Кубу агитировать за то, чтобы продолжать дружить с Россией. А база в Лордесе, которую, вроде, они собирались возвращать, опять реанимировать, суть по всему накрылась. Это показывает, что Россия уже, Путин, уже изолировал Россию. Я бы сказал, Путин мы выдержим, я верю в это. Путин помогает нам быстрее встать на правильный путь и Путин сегодня реально является самой большой угрозой, объективной угрозой национальной безопасности России. Потому что ведет эту огромную страну в Тубин. то, Иван, а потом... А потом... А потом... А потом... угрозой демон... Он может говорить все, что угодно, реальная власть в стране принадлежит премьер-министр и правительству. Это политическая фигура, обрана фигура, и мы... И на самом деле это такая ситуация в Италии. Есть проблемы с испанской позицией, с португальской позицией и так далее. То есть, нам на самом деле... Я когда тут... Вот мы с вами были... Помните, там вместе на конференции в Брюсселе, я сказал, что итальянцы, в общем, как бы относятся как раз к той части. Сразу там все напряглись, сказали, ну, давайте не будем забывать, что Италия сейчас председательствует в Евросоюзе. Нет, ну, в том и то есть права. Просто нам нужно не забывать и стукать в все двери, пояснивать позиции, вибудовывать новые додатковые местечки. И я очень рад, что наконец у нас уже признан посол до Немеччины, где, на самом деле, я не знаю, где вы, пана Георгию, берете цифры в 80% поддержки санкций против России в Немеччине. Я таких цифр... Я бы, ну, утешилась, если бы такие цифры существовали взагалі. Таких цифр немае. На самом деле, Меркель доводится тягнуть за собою цей электорат, протистояти тем серьезным бизнесом и лоббийским колом, и тем же самым Шрёдером. И рисковать своей политической карьерой. И, власне, каже, что так. И, кстати, Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, а в Великобритании колоссальные инвестиции российские, тоже, в общем, очень жесткую позицию занимает. Абсолютно. Это непросто. И так само и в Америке непросто. Поэтому нет такой единства и говорить про такую единство. И дальше нужно выбудовывать, и мы не имеем права расслабляться. Я хочу нагадать слова, которые сказал паня Немиря, что Путин, власне, рассчитывается на то, что политический цикл в России есть больше, чем политический цикл в Европе и в Америке. И это хорошо, что сейчас, в связи, не происходят изменения, або изменения происходят в более жесткую позицию в Америке. Но в европейских странах нет такой однозначной тенденции, кроме Британии. Поэтому усилия будут на это спрямованы. И это серьезные усилия. И противодействовать этому нужно, можно. Но, опять же, тут много всего зависит от того, что происходит в Украине. Потому что без изменений в Украине рассчитывать только на то, что за нас, что кто-то сделает нашу работу, очень важно. Господа, я хотел предоставить слово мэру Иертиния Владимиру Корплюку, который здесь, наверное, самый молодой, может быть, наименее опытный политик, да? И в первый раз у нас участвует в программе. Давайте послушаем. Я вам очень благодарю. Я, в поддержку слов Иванки, хотел трошки нас облить холодной водой. Мы должны понимать, что Европа, что Соединенные Штаты, они керуются двумя основными интересами. Эти интересы – это безопасность и экономическая выгода. И в рамках экономической выгоды, когда они увидят, что Украина, то, что вы так сказали, не рухается абсолютно в своих начинаниях, в своих взрушениях, а продолжает погрязать в коррупционных скандалах, не может выйти из того пострадянского синдрома, то очень большая уверенность, что то лобби, про которое вы говорили, оно сможет довести необходимость украинского питания на второй формат и поставить на первочерковый формат співпрацию с Россией. Поэтому наша с вами задача ни в каком разе этого не допустите и в короткостроковый период европейской спільноте с полученными Штатами Америки показать, что мы в короткостроковый период способны прогрессовать и чтобы вариант пророссийского лобби не спрацював в том варианте, который вы назвали. У нас совсем не остается времени, но подвольте, последний вопрос, может быть, такой очень частный. Георгий Барамидзе, вас не приглашают никуда? Ни на какую должность поработать в Украине? Нет, потому что я вице-спикер парламента Грузии и я думаю, что могу послужить и своей стране, и в том числе и победой Украины, исходя из моей сегодняшней, так сказать, позиции. И я думаю, что все могут сделать своё дело для того, чтобы мы все достигли большой, одной большой победы. Чтобы мы вместе перемогли, чтобы мы победили путиновский террористический режим. Вместе. Господа, спасибо большое. Наше время подошло к концу. Спасибо всем. Алексей, вас благодарю за помощь. Алексей Лихов, как всегда, вел со мной эту программу. До встречи в следующую пятницу. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...